доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и соответственно на ваших экранах вы сейчас можете видеть нормативы прогрессивных матриц равена взрослый вариант поступил запрос но в частности люди ищут детский вариант прогрессивных матриц равена и ко всему этому я должен сделать маленький комментарий существуют реальные нормативы вы сейчас видите на экранах прогрессивных матриц равена взрослый вариант этот вариант валидизирован и адаптирован для российской популяции этим занимались многие исследовательские институты то есть но значимые люди в области психологии прежде всего и соответственно вот такие нормативы есть и есть для мужчин и для женщин соответственно они разделены по гендерному признаку и соответственно они разделены по возрасту то есть разные возраста соответственно разные нормативы замечательная классная работающая методика взрослый вариант равена и эта методика сто процентов работает значит соответственно запрос был о детских в детском варианте я должен сказать раз и навсегда я уже говорил раза два наверное своих видео что детские детский вариант матриц равен Цветные матрицы Равена – детский вариант для российской популяции, российских людей, не адаптирован никем и никогда. Соответственно, пользоваться детским вариантом Равена на данный момент, я очень надеюсь, что эта ситуация когда-нибудь изменится, появится какой-то мощный исследовательский институт, центр, и он адаптирует детские прогрессивные матрицы Равена для русской популяции. На данный момент стимульный материал существует, нормативов не существует для детского варианта. Для взрослого все сделано и для мужчин, и для женщин, и по разным возрастам. В доказательство всего этого я хочу еще привести следующий документ, а именно таблицы пересчета результатов методики Равена, продуктивности умственной деятельности по Равену, ее легко и свободно адаптировали и перевели в IQ Векслера. IQ Векслера, вы понимаете, что IQ Векслер это МКБ-10, это клинический вариант методики, который позволяет и требуется в проведении экспериментально-психологических исследований в клинике медицинской психологии, клинической медицинской психологии. Соответственно, некоторое устаревшее понятие IQ, тем не менее, в МКБ-10 прописано, и руководство от медицины требует, от медицинских психологов проводить обследование по Векслеру. Чего можно избежать, проводя исследование по прогрессивным матрицам Равена, но только взрослого варианта. К сожалению, вот такая ситуация у нас в России сложилась. Я надеюсь, что, повторюсь, она изменится и будут адаптированы нормативы для детского варианта Равена. И, соответственно, возможно, следующий шаг это сравнение и перевод нормативов методики Равена детского варианта в детский тест Векслера. Это огромная работа для целого большого коллектива авторов, и, соответственно, не для одного десятка человек, и не для одного года работы. Вот в данный момент ситуация обстоит следующим образом. Люди ищут детские варианты, но находят их, пытаются ими пользоваться, но, тем не менее, результатам доверять нельзя. Результатам доверять нельзя. Я имею в виду, детские прогрессивные матрицы Равена, они не адаптированы. Нету никаких фундаментальных исследований по этому поводу. На этом все. Благодарю за внимание и удачи! Спасибо за внимание!